И всем привет, ребят, с вами снова я Саша, я рада приветствовать вас на моем канале, и сегодня я снимаю видео о полезных приложениях на карантине, или же о тех приложениях, которыми вы можете воспользоваться, когда вам станет скучно дома, или же когда вы заболеете, вам будет нечем заняться, в общем, я думаю, что вы поняли. Для этого видео я специально для вас собрала 10 уникальных, классных и новых приложений, о которых я до этого не слышала, и которые действительно поднимают настроение на карантине, потому что, как вы все знаете, сейчас сложилась такая ситуация, то, что большинство людей, точнее все люди сидят дома, вам наверняка нечем заняться, и поэтому эти приложения специально для вас. И также перед началом хочу сказать, что не забывайте подписываться на мой канал, потому что вам не сложно, а мне будет безумно приятно, потому что каждый подписчик безумно важен и дорог для меня. Кстати, сразу хочу сказать, чтобы вы не писали плохие комментарии о том, что почему большинство приложений на iOS. Я хочу сразу сказать, что почти все приложения, точнее их большинство, есть и на Android, поэтому можете не беспокоиться, и большинство приложений вы сможете скачать, либо же найти какие-то альтернативы. Давайте же поскорее разблокируем мой телефон и посмотрим как раз-таки на те приложения, которые я подобрала для вас, они находятся в этой папочке, и начну с приложения, которое называется Juicy Stack, или Stack, я не знаю, как правильно. В общем, это такая мини-игра, в которой можно конкретно поубивать свое время, потому что она такая простая, то есть она не требует особых усилий, но в то же время интересная, то есть вам нужно составить башенку из таких кусочков арбуза или других фруктов или овощей и так далее. В общем, тут надо построить эту башенку до конца и потом сверху сделать на нее вершинку. Тут есть очень много разных уровней, разных наград и так далее. Поэтому я считаю, чтобы скрытать свое время вечерком, можно в нее конкретно поиграть и хорошо провести время. А сейчас пришло время рассказать о втором приложении, точнее, это игра-раскраска, которая называется Happy Color, о ней я до этого не слышала. Получается, тут есть библиотека, также какие-то ежедневные раскраски. Мы выбираем любую понравившуюся и, в принципе, начинаем процесс раскрашивания. На самом деле это очень увлекательно и действительно можно очень интересно скрытать время, потому что я просто обожаю раскрашивать всякие раскраски, антистрессы, потому что это очень успокаивает. И также за эти можно действительно убить очень много времени. И, пожалуй, самая интересная фишка, которая мне нравится именно в этом приложении для раскрашивания, это то, что в конце, когда вы полностью закончите раскраску, вам покажут весь процесс в таймлапсе и можете посмотреть, как вы, в принципе, раскрашивали. Я считаю, что в карантин или в долгие каникулы очень важно держать свои мозги в тонусе, поэтому приложение PIK поможет вашим мозгам не тупеть, потому что тут есть очень много всяких различных тестиков, заданий, которые помогают вашему мозгу думать, какие-то задания на мышление, также на память. Вот, например, я выбрала этот разделчик, тут есть игры на память, то есть их тут очень много. И сейчас вы можете наблюдать сам процесс игры, он на самом деле очень увлекательный для меня, такие незамысловатые задания, которые помогают действительно вашему мозгу подумать и заставляют действительно хоть что-то вспомнить и так далее, потому что тут есть много разделов, много разделов на мышление, на память, на внимательность, на то, чтобы сосредоточиться. Вот, я открыла еще вторую мини-игру, ну, она, конечно, попроще, тут просто надо расставить цифры в порядке возрастания, но тоже очень интересно, потому что потом это все будет усложняться, если я буду проходить уровни дальше. И вот те самые уровни, о которых я говорила ранее, потому что их тут очень много, действительно, можно просто проходить их до бесконечности. Ну, и еще в этой игре есть награды, на самом деле мне нравится, когда я получаю награды в играх, я не знаю, зачем они, но по мне так это прикольно. Итак, приложение Headspace, которое можно действительно почилить, покайфовать, не знаю, расслабиться, если вы просто хотите полежать и ничего не делать, потому что это приложение поможет вам сфокусироваться на каких-либо занятиях, заданиях, на учебе, или же просто с этим приложением вы можете заснуть, потому что оно универсальное, многофункциональное, например, вот тут можно поставить себе какую-либо мелодию успокаивающую, и она поможет вам заснуть. Вот там еще была вторая мелодия, точнее, это был голос, очень успокаивающий, тем более английская речь, я считаю, будет очень полезна. Всякие мотивационные видео типа этого, потому что их тут просто полно, их можно тоже смотреть очень долго, залипать на них, потому что тут классная анимация, мне она очень нравится. В общем, если говорить об этом приложении кратко, тут есть различные разделы, в которых можно включать мелодии и просто кайфовать под них, делать уборку дома, я не знаю, как-то расслабиться. В общем, тут есть разные мелодии на все случаи жизни, как вы видите, для спорта, для студентов, для того, чтобы проснуться утром и так далее. Для удобства все мелодии тут расфасованы по разделу, например, happy, angry, то есть по настроению. Приложение, в котором я буду рубиться на карантине просто 24 на 7, потому что после съемок этого видео я просто не могу из него вылезти, оно называется Penguin Island или просто остров пингвинов. В общем, суть в том, чтобы на свой остров заселять больше пингвинов, и чем больше, я так понимаю, тем лучше. Смысл в том, что сначала вам рыбак ловит рыбу, вы также его можете прокачивать, и за это вам дают монетки, то есть если у вас больше уровень этого рыбака, то он будет получать больше монеток, соответственно, вы быстрее накопите на его пингвина, потому что эти монетки можно потратить либо на улучшение этого рыбака, либо на пингвина, либо на открытие нового острова, то есть тут все строится за счет этих монеток. Ну а тут, вы видите, я уже накопила на второго пусимульки, но он такой милый, правда, эти пингвины как живые, они издают еще классные звуки к тому же. Теперь пришло время рассказать о приложении Kitchen Stories, в котором вы можете действительно готовить и готовить классные блюда, потому что тут все подробно объясняется в видеоуроках, которые снимали люди, и которые снимали специально для этого приложения. Сначала вы можете выбрать раздел еды, которую вы хотите приготовить, к примеру, я хочу приготовить десерт, выбирая понравившийся по фотографии, также могу сортировать все по фильтрам, выбрала еще раз десерт, чтобы было все наверняка. Вот такие вот, например, шоколадные кексы с малиновой начинкой, тут можно посмотреть видеоурок, чтобы как раз-таки это все приготовить, снизу пишется описание, что когда нужно добавлять, также просто вы можете слышать речь, она, к сожалению, или к счастью, английская. Ну, то есть, в принципе, по описанию все понятно, потому что тут нет ничего сложного. Тут также пишутся все ингредиенты, чтобы их потом в дальнейшем докупила. Есть настоящие живые отзывы с картинками, с фотографиями, и там реально люди пишут, что у них получилось приготовить, и получается довольно-таки вкусненько. Также можно посмотреть видеоинструкции, как что нарезать, например, как правильно нарезать овощи, фрукты, я не знаю. Например, к моему уроку подходит видеоинструкция, как правильно нарезать и очищать ягоды, как я поняла. Если мы придем дальше, то есть блюда дня, то есть различная рыба, какие-то закусочки, вообще все, что угодно, блюда из разных стран мира. Ну, просто гигантское разнообразие блюд, которые вы можете приготовить у себя дома. Также я добавила в список покупок все ингредиенты для моих шоколадных кексов, и могу ставить галочки напротив того, что я уже купила. Я считаю, что сейчас самое время быть максимально продуктивным, и не стоит, конечно, забывать о продуктивности, потому что это очень важно, и это приложение как раз-таки вам в этом поможет. Тут есть очень много категорий, например, категория саморазвития, я выбираю какую-либо привычку, устанавливаю иконку, могу любую выбрать по своему желанию, на свое усмотрение. Дальше я могу выбрать ее цвет, установить регулярность, то есть когда меня будут оповещать об моей привычке ежедневно, каждую неделю, каждый месяц. Также она у меня будет писаться в мини-календаре в этом приложении, и могу поставить напоминалку, чтобы, конечно же, об этом не забывать. Вот у меня появилась привычка, если я свайпну вправо, то она будет как бы исполнена, а если влево, то будет отмена. Вот как раз-таки тот календарь, о котором я говорила, его можно еще уменьшить, и мне очень нравится интерфейс и дизайн этого приложения, потому что он просто милейший. Еще можно взять на плюсик, и тут просто, как я уже говорила, огромное количество категорий, вообще на все случаи жизни, например, это категория напоминания, чтобы я не забывала пить воду. Вы можете тут установить себе любую цель, сколько стаканов вы должны выпить в день, и потом на этом календарике уже отмечаете, сколько вы выпили, и смотрите на свою успешность. Также раздел «Все под контролем», я тут могу выполнить действия, чтобы я вставала рано, то есть установлю это, например, каждый день, и вот у меня появилась напоминалочка, чтобы я вставала каждый день рано. Я просто влюбилась в это приложение, потому что тут есть абсолютно все действия, которые я хочу выполнять, чтобы стать максимально продуктивной, то есть тут предусмотрено все на все случаи жизни. Я думаю, сейчас не у всех есть возможность сходить в магазин и выбрать себе спокойно какую-либо обувь, кроссовочки и примерить их, поэтому это приложение поможет вам сделать это виртуально. И самое главное, что тут есть большое количество различных моделей, и каждый день тут обновляются модели, получается, они добавляют каждый день в список какие-либо новые. Тут есть модели кроссовок разных цветов, и получается, как будто в реальном режиме я рассматриваю эти кроссовки на своей ноге, могу их покрутить, повертеть вообще в разные стороны, посмотреть их подошву. Также могу посмотреть, как они реально будут смотреться на мне, хотя бы приблизительно, и я думаю, что это очень круто, потому что не всегда есть возможность сходить в магазин, а особенно сейчас. И вообще зачастую тут есть такие реально странные и интересные модели, которые в жизни я бы, наверное, не решилась даже примерить, а тут я спокойно могу это сделать. Например, вот эти вот бучи, они очень странные, необычные, и я как раз-таки могу посмотреть, как они на мне бы смотрелись. Приложение Google Keep, которое поможет вам организовать все свои заметки и дела. По сути, это обычное приложение заметок, но оно очень оригинальное, многофункциональное, потому что тут можно рисовать и делать свои заметки очень яркими и интересными, писать какие-нибудь красивые заголовки и так далее. Помимо вот таких рисующих заметок, можно сделать голосовые заметки, я о них расскажу чуть позже. Вот, собственно, эти голосовые заметки. Мне, на самом деле, гораздо удобнее делать голосовые заметки, потому что так не нужно напрягаться, ничего писать, и свои мысли просто можно записать в одной заметке. Помимо этого, тут можно создавать различные категории, папки и там сортировать все заметки, потому что это приложение очень умное, и в большинстве случаев оно просто все сортирует само по себе. Вот, тут как раз-таки я пишу какие-то планы, тут помимо заметок также можно писать напоминалки, планы, вообще все что угодно, потом их отмечать, когда вы их сделали, и это очень удобно. Потому что, во-первых, это приложение очень многофункциональное в плане заметок и напоминания, и во-вторых, эти все заметки синхронизируются на всех ваших устройствах, где скачен Google и это приложение. Ну, а теперь я просто отрываю вот этот канал от своего сердца, это YouTube канал, о котором я хочу вам рассказать, называется MadFit, и это не реклама, потому что у нее очень много подписчиков, нашла ее буквально недавно. В общем, это канал, который содержит различные тренировки, тренировки кардио, тренировки на пресс, тренировки full body, в общем, на любой вкус и цвет. Эта женщина действительно очень классно подбирает комплексы упражнений, и очень интересно самим делать эти упражнения, конечно, после них я очень устаю, особенно после full body, но я теперь делаю эти упражнения каждое утро, это помогает моему телу как-то не зачерстветь, потому что сейчас мы дома не очень так много и двигаемся, а с помощью этого приложения я держу себя в форме, и я действительно стала одержимой ее видео, потому что они просто божественные. Поэтому, да, конечно же, тренируйтесь дома, это совершенно бесплатно, совершенно доступно каждому, и на этом мое видео уже подходит к концу, я надеюсь, что вам понравилось, если это так, то не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, а также оставлять свои комментарии внизу. Я желаю всем удачи и всем пока!